Я посвящена тёмная. Теперь, слышишь, только было, мешало это, теперь тёмно, да? Да, да. Хоть и свет включили, но не на улице. Так, шей. Опа. Ну, короче, на дно окно всё равно не направилось. Ну, вот это. Да. Так, ну я ещё тут пробежал, если что мне по телефону. Так, хорошо. Расскажи мне, пожалуйста. Случайно с собой. Нет, такой фотофлешки на две секунды. Я поработал, если бы... Я когда-то купил для интернета PeopleNet. Ну, конечно. Так, как модель. Да, ну... Всего зуба. Наверное, вы, если бы... Прошли бы какие-то карточки с того. В смысле, не про что тут? Ну, скажем, что это как модель, который... Как модель. Хорошо, внутри если он забрать, там карточки отставляются. Продолжение следует... 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 Початок о 12-й године. Початок о 12-й године. Початок о 12-й године. Я отключаюсь тогда. Початок о 12-й године. По ходу презентации отвечать на вопросы. Сегодняшняя тема, которую мы согласовали, подобрали, это диссекция и резекция эпителиальных новообразований желудочно-кишечного тракта. Показания и противопоказания к выбору метода эндоскопического лечения. Ну и так называемые типс и тридс. Для начала, коллеги, хотелось бы немножко напомнить нам о том, что такое неоплазия. Это патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в который изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки. К неопластическим изменениям мы относим полипы. Есть неполиповидные или плоские, малые неопластические образования. И ЛСТ-аденомы, характерные для толстой кишки. Это все образования, которые в последующем имеют прогрессию в формировании рака. И неопластические образования. На сегодняшнем месте это гиперпластические полипы, полиповидные образования, точно говоря. Возможно, зубчатые образования, или так называемые CCL, зубчатые образования на широком основании. Хотя многие данные говорят о том, что развитие рака на сегодня возможно и из зубчатых образований. Как же мы эндоскопически классифицируем все поверхностные эпитериальные образования пищевода, желудка и толстой кишки? Естественно, это парижская классификация, которая используется в рутине. И без нее на сегодня нельзя писать ни одного заключения при обнаружении каких-то образований, как будто пищевод, желудок, гносперстная кишка, толстая кишка. И, естественно, эта классификация нам уже в дальнейшем помогает с определением тактики ведения и лечения пациентов. Мы уже, повторюсь, знаем, что первое – это выступающие образования, которые 0,1П или на ножке, на широком основании. Второе – это поверхностные образования 0,2А. 0 – это явление неоплазии, а дальше уже ее характеристика идет. Приподнятые 0,2В – плоские образования, 0,2С – углубленные. И третье – углубленные или 0,3 – изъясленные образования. Ну и латерально распространяющиеся опухоли. ЛСТ-аденомы, которые имеют в своей структуре гранулярный кип, негранулярный кип и смешанный кип или подрытые кипы. Вот негранулярные, они имеют приподнятый кип 0,2А или ложноуглубленный кип 0,2А плюс 2С. Могут быть вариации 0,2С плюс 2А. И гранулярный, гомогенный кип 0,2А. Натулярный смешанный 0,2А плюс 1С или его вариация 0,1С плюс 2А. Также мы должны понимать о том, что прогрессия в неопластические изменения могут быть из таких образований, как приподнятые образования 0,2А или плоские 0,2Б, которые могут прогрессировать в полиповидные образования 0,1, 0,1Б, 0,1СП смешанный кип или 0,1С. Или в рост в латеральном направлении, так называемая ЛСТ-аденома. И плоские 0,2Б образования могут прогрессировать в углубленные образования 0,2С и с дальнейшими вариациями 0,2С плюс 2А, 0,2А плюс 2С. Естественно, все то, что мы обнаруживаем при ходе исследования, скрининговых исследований, классифицируя образование по представленной классификации, в дальнейшем мы намечаем в себе тактику введения и эндоскопического лечения, возможно, или неэндоскопического лечения этих пациентов. Куда была в 2001 году предложена классификация рельефа поверхности, или так называемая ПИД-паттерн образования. Очень удобная, комфортная классификация для работы, простая в своем использовании, в работе. Что нам говорит, да, на неопластические структуры указывает первый тип Куда или второй тип. Это может быть или норма, или гиперпластические изменения. Тактические наблюдения за этими образованиями не требуют применения эндоскопических методов лечения. Дальше неинвазивные неоплазии, которые подразделяются на тип 3Л, образование 4-3СВИ+, которые уже мы, классифицируя по поверхности ПИД-паттерна, можем предположить наличие это аденома или явления внутрислизистого рака. То, что для аденома коррективно изменение 3Л четвертики и внутрислизистый рак 3СВИ. То есть инвазия меньше 1000 микронов ВИ. Это еще возможное эндоскопическое лечение, применение полипектомии при образовании 3Л и эндоскопическая резекция слизистой и диссекция при 4-м хипе 3С и ВИ. И инвазивные неоплазии ВИ 3+, ИВН, инвазия больше 1000 микронов. Естественно, это хирургия и лечение эндоскопических методов лечения, лечить не йод. Классификация очень простая в использовании. Естественно, нужно использовать все возможные витальные и виртуальные, возможную витальную и виртуальную хромоэндоскопию для обнаружения и усиления рельефа поверхности образования. В САНО была предложена классификация капиллярного рельефа, но данная классификация, она используется в 2010 году, тоже предложена, но используется для приборов с увеличением. Естественно, только с прибором для увеличения возможно рассмотреть капиллярный рельеф рисунка поверхности образования. Ну и по эндоскопическим данным характеристика капилляров сетчатые капиллярные сосуды, что может относиться к гиперпластическим образованием, возможно, зубчатым образованием. Второй тип – сетчатые капиллярные сосуды, и капиллярные сосуды окружают железо-слизистые оболочки, что характерно уже для аденом тубулярных. И 2А тип – это уже инвазивные процессы, инвазивный 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 рак, капиллярные сосудистые сети, где твятся, заканчиваются слепо, нерегулярно, извитые. Они могут быть неоднородные, неравномерные или утолщенные. И частичный утрат на микрососудистые компоненты, либо бессосудистые участки, естественно, говорит о глубоком инвазивном процессе, и по эндоскопическому лечению таких пациентов речь не идет, это хирургия, так, как и 3А, возможно. Еще одна классификация, JYNET классификация в 2014 году. В 2014 году была эта классификация разработана. Самое основное ее положение – это сосудистая часть вине, сосудистый паттерн, так называемая поверхность образования, и уже предположительно гистологическое заключение по этой классификации, и эндоскопическая картина. Она разделена на три типа. Первый тип – это сосудистая поверхность, не визуализируется. При поверхности образования мы видим нормальную слизистую, регулярный рисунок. Это все относится к гиперпластическим полипам, и, возможно, так же само относится к зубчатым, сияющим, так называемым, аденомам. Тип 2А – это поверхность сосудистых рисунок визуализируется, регулярные, скажем так, правильные сосуды, изветые, поверхность образования регулярная, то есть, что говорится, тупулярную, да, или ветви, так называемые, ветвящаяся популярная структура, и мы можем уже отнести это образование к, на самом деле, внутрискизистой неоплазии с низкой степенью диспластических изменений. Тип 2Б – может быть вариация сосудов видимых, они могут быть разрозненные, нерегулярные, разорванные сосуды. Это уже тяжелая степень внутрискизистой неоплазии или, возможно, это подслизистый инвазивный рак. И тип 3 – потеря сосудистого рисунка, не визуализируется его, аморфная поверхность, бесструктурная поверхность, потеря структуры, и это уже относится к глубокому подслизистому инвазивному раму. То есть все эти классификации нам с вами, коллеги, помогают определиться, что мы обнаружили, отнести его к типу или подтипу итальянного образования неопластическим изменениям и предположить дальнейшую тактику эндоскопического лечения этих пациентов или уже хирургического лечения. Есть классификация, это не классификация, а сертификация риска инвазивности в ЛСЦ аденомах. Очень наглядный такой слайд, предоставленный японскими коллегами, говорит о том, что если мы видим ЛСЦ аденомы 0,2А гранулярного типа, то риск раков им 0,8%, и очень низкий риск наличия рака в данном образовании. 0,2А плюс С гранулярный тип, риск возникновения рака в данном образовании, он повышен, то есть 7,1%. Как правило, в таких образованиях гистологически или брать запор материала лучше всего из наибольшей гранулярной части этого образования, потому что там, как правило, будут диспластические изменения и, возможно, уже явление аденокарциномы. Если мы будем брать из более ровной поверхности, естественно, мы ничего там не получим в плане верификации или более точно в основном гидеакции. 0,2А плюс 1С образование, когда гранулярного типа, высокий риск возникновения раков в ЦНД, и невозникновения, а наличие рака в данном образовании. 0,1С гранулярный тип, низкий риск выявления рака, то есть до 3-7%, и 0,1С негранулярный тип, высокий риск обнаружения рака в данном образовании. Для проведения резекции или диссекции, естественно, на сегодняшний момент очень актуально использованы высокочастотных электрохирургических генераторов. На данном слайде представлены поколения, четвертое и пятое поколение электрохирургических генераторов компании ERBA. Это VIO 300D и VIO 3, пятое поколение которое. Ну вот, приборы VIO 300D, генератор, обладает возможностью автоматического дозирования мощности, коагуляции, он имеет новые совершенственные функции коагуляции и резания, интерактивное управление системой через TTF-дисплей, наличие функции ремонт, так называемое дистанционное управление, в этом и выбор работы режимов эндоскетического лечения пациентов, диссекции и резекции, метод пульсиона, подачи тока. И пятое поколение, которое мне довелось увидеть и поработать на этом приборе, очень удобный, комфортный, такой интеллектуальный прибор для, скажем так, проведения диссекций. Он имеет 19 встроенных режимов, скажем так, имея возможность комбинации этих режимов. Также обладает такой функцией, как Black and White, то есть каждый доктор под себя в отделении может выставить режимы, которые ему удобно работать на этих режимах. Он привык работать на этих режимах, он выставляет, и все, только одним нажатием на дисплее выбирает свою фамилию и сразу загружаются работы его режимов, как для резекции, диссекции и других операций антископических вмешательств. То он же обладает дополнительно модулей встраиваться, которые для арбоноплазменной провокуляции, возможно, смешивание этих режимов работы и очень удобный, комфортный, сам такой интеллектуальный, я бы назвал, электрохирургический генератор по нового поколения компания ERVA. Есть, существуют сегодня, да, генераторы компании BOVA, здесь представлен ARC-400 аппарат, такое новое поколение для монополярной, биполярной электрохирургической, электрохирургии, технологии биполярного, биполярной навигации. Обладает функцией, такой как комфорт, позволяет оперировать в режиме plug-and-play, как я уже говорил, как и ERVA. Имеет сенсорную панель, что облегчает работу его, может записывать индивидуальные функции врача, то есть режимы, в которых работает врач, и на сенсорной панели выбрать этот режим нажатанием одной всего лишь клавиши. Также к нему встроен арбоноплазменный модуль, обладает этот ковулятор еще режимом гастрокат. Это возможно задавать частоту импульсов резания и коагуляции в соответствии с тремя, скажем так, скоростями. Медленный, средний и быстрая скорость. Ну и, возможно, нужно, наверное, упомянуть еще электрохирургический прибор компания Lincus SG300, который зарекомендовал себе тоже хорошо в работе эндоскопической хирургии. эндоскопическая резекция слизистая. Это эндоскопическая резекция слизистая техника, при которой используют электрическую петлю. МР минимально инвазивная, аганосохраняющаяся техника эндоскопического лечения доброкачественных поражений и ранних раков залудочно-кишечного тракта. Показания к эндоскопической резекции слизистой оболочки согласно Европейской Косинтестинальной Эндоскопической Ассоциации для пищевода это высоко дифференцированная интраэпителиальная неоплазия, включая неинвазивные вспомозно-клеточные карциномы инситу и внутрислизистые инвазивные вспомозно-клеточные карциномы, ограниченные собственной пластинкой слизистой без инфильтрации сосудов. Для желудка ненеопластические полипы желудка, неопластические полипы и ранний рак желудка с минимальным риском метастазирования в лимфатические узлы. Подслизистые опухоли, маленькие гастроинтестинальные астромальные опухоли, карциноиды желудка и ДПК, гранулярно-клеточные метастатические опухоли верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Для кишечника образование типа 0,2А меньше 2 см, тип 0,2Б меньше 1 см, тип 0,2С меньше 1 см, высоко или умеренно дифференцированная опухоль в пределах слизистой оболочки. Какие инструменты для эндоскопической резекции слизистой? Это применение электрохирургических петель для резекции петляльных новообразований. Они подразделяются по размеру, естественно, по конфигурации имеют круглую форму, овальную форму, гексагональную форму и асимметричные петли. Они могут быть монофиламентными или впетенными, так называемые, петли. Для проведения резекции образования. Используемые растворы для проведения эндоскопической резекции и десекции. По растворам самый простой дешевый использование физиологический раствор. Конечно, у него создание подушки и удержание подушки, ну, скажем так, особенно удержание низкое. Преимущество это легко вести дешевый, он и доступный. Недостатки быстро рассасываются в маленький период существования подушки. Гипертонический трехпроцентный раствор, он легко вводится, дешевый, доступный, повреждение ткани, воспаление в месте инъекции возникает. Гиалуроновая кислота. Сейчас ее очень, наверное, можно сказать, очень любят и используют в японце, используют ее в Европе. Она, длительная существующая подушка, очень хорошая в работе при дисекциях образований, но она дорогая в использовании, недоступна большинстве эндоскопических активений, специальные условия нужны для хранения, может стимулировать рост остаточной опухоли ткани, если не полностью удалено образование. Гидроксиопропил метилцеллюблеза, длительная существующаяся подушка, относительно недорогой, и повреждение ткани воспаления вместе инъекции возникает. Лицерол или декстроза, дешевые, достаточно доступные поврежденные ткани воспаления вместе инъекции, но при проведении диссекции или резекции очень сильное затымление при использовании этих растворов. Альбумин легко вводится, доступен в большинстве эндоскопических отделений, но дорогой. Фибриноген легко вводится, длительная существующая подушка, дорогой, не всегда доступен. Ну и аутолитическая кровь сворачивается в шприце, если инъекция откладывается, препятствия со стороны по ограничению по пациентам, но также альбумин и фибриноген это все двуховые растворы, которые если у пациента есть эллигические реакции, есть противопоказания при введении этих растворов. Используемые параметры для электроденератора Вербе. Ну вот мы все работаем, у каждого есть электрогенераторы как и высокого класса, так и невысокого класса. Для РБ используемые параметры здесь представлены для РБ оси 200, для введения полипектомии, когда диаметр ножки меньше сантиметра, используют режим эндокат, эффект 2, до 120 вольт. Диаметр ножки больше полтора сантиметра, режим эндокат, эффект 2 или 3, 160-180 вольт. Разметка образования, мягкая коагуляция 50 вольт, формирование коагуляции 20 вольт, мукозектомия или МР, режим эндокат, эффект 2, 120 вольт. Гемостаз, проведенный в желудке, прямая кишка и толстая кишка, аргоноплазменная коагуляция 40 вольт. Гемостаз, двенадцатиперстная кишка, правая половина толстой кишки, аргоноплазменная коагуляция 20 вольт. И радиационный прокти, табляция 40 вольт, табляция опухоли 62. И вот поколение классом выше ВИО-200 и ВИО-200D, режимы эндокат, эффект 1 вольт, для полипектомии, диаметр ножки меньше сантиметра, эндокат, Q эффект 3, для полипектомии с ножкой диаметр больше полтора сантиметра. Разметка образования, используем режим эндокат, эффект 3, 50 вольт, режим форс, коагуляция эффект 1, 20 вольт. Для резекции слизистой, режим эндокат, Q эффект 2, режим для гемостаза, режим пульс, APC эффект 2, 20 вольт, гемостаза, сперстная кишка, правая половина толстой кишки, органоплазмная каваляция эффект 4, и радиационный прокти, пульсирующий режим органоплазмной каваляции эффект 2, 20 вольт, и абляция опухоли, формирование органоплазмной каваляции 26 вольт. Эти режимы возможно использовать и на поле современных аппаратах высшего поколения электрохирургических блоков. Резекцию слизистой можно разделить на инъекционно-ассистированную резекцию, те резекции, которые мы выполняем при удалении полипов, неопластических изменений, введение растворов посвященную основу образования, создание подушки, наложение петли и произведение резекции. Инъекционно приподнятое отсечение одна из методик, которая требует использования двухканального энтоскопа или к энтоскопу сделать второй канал, скажем так, второй канал для манипуляции. Ну, как показывает практика из наших опыта, мы имеем двухканальный энтоскоп, не совсем удобная такая методика в выполнении резекции слизистой, учитывая особенные технические энтоскопы нашего. Также делится на резекцию с использованием колпачка, ассистированную, очень хорошая методика, хорошая для образования и обнаруженных в пищеводе, для резекции с использованием колпачка, можно использовать и очень хорошо для небольших нейроэндокринных образований в желудке, хорошо себя закреплендовала и работает эта методика очень хорошо, но для выполнения нужен специальный колпачок с прорезем для вложения петли в него, ну, в принципе, и все. резекция с использованием легирования образования с использованием легирования образования, так называемая лигатура, которая накладывается на образование, вернее, на его основу, ножка, или если это образование имеет приподнятое небольшое широкое основание, предположительно наличие сосудов, ну, как правило, это используется для удаления образования в толстой кишке на длинной ножке, которая имеет сосудистую, вернее, имеет сосуды, поэтому эта легирующая петля затягивает ножку, сдавливая сосуды, тем самым обескрабливая образование и, возможно, удалить спокойное образование без возникновения кровотечения. И резекция слизистая после циркулярного насечения, когда образование имеет плоское образование или плоско приподнятое, делается циркулярный метки, циркулярный разрез и набрасывается петля и удаляется это образование единым блоком. Вся цель этой методики удалить образование единым блоком без остаточной опухолевой ткани. Осложнение резекции это боль где-то в 1% случаев встречается кровотечение 4,38% случаев перфорация от 0,3% до 0,5% и формирование структуры при удалении больших образований возможно это пищевод небольших возможно это пищевод или санксимовины чаще всего пищевод или динсперсная кишка формирования структуры. Диссекция диссекция эндоскопическая один из новых методов работы при удалении плоских больших образований больших размеров образований как правило ЛСТ аденом проведения выполняется эндоскопическая подслизистая диссекция. Методика новая но имеется собой основные показания противопоказания и осложнения. Одним из рекомендаций эндоскопической европейской ассоциации гастронациональной ассоциации в гайдлайнах пока что ССЖ рекомендует эндоскопическую единым блоком резекцию для поверхностных неоплазий пищевода проведение эндоскопической резекции слизистой ополочки когда образование меньше 10 миллиметров и возможно его удалить единым блоком. Однако ССЖ рекомендует подслизистую диссекцию как опцию первой линии опцию для лечения пациентов с такими образованиями. Также второе положение ССЖ рекомендует эндоскопическую резекцию при пациенте с пищеводобаретом и образование в сегменте пищеводобарета которое не больше чем 15 миллиметров имеет недостаточный лифтинг и возможно провести резекцию в этом части. Но опять же диссекция является методом выбора таких пациентов. ССЖ рекомендует эндоскопическую резекцию для лечения поверхностных неоплазий в желудке которые имеют низкую прогрессию или риск метастазирования в лимфатические сосуды. Эндоскопическая резекция слизистой это приемлемо для образований которые меньше 10-15 миллиметров с возможностью по рископлассификации классифицируется как 0-2-А однако ССЖ рекомендует проведение диссекции как метод выбора у пациентов с неопластическими образованиями в желудках все-таки методом выбора является ESD. ССЖ все-таки рекомендует при выявлении образования в кишечнике или ретальной поверхностных образований то есть так называемая стандартная полипектомия или эндоскопическую резекцию слизистая если есть подозрение на сконтакт под слизистую инвазию при обнаружении образований есть критерии которые оказывают на депрессию морфологически или нерегулярный или сконтакт отсутствия поверхностного рисунка то для таких образований больше 10 больше чем 20 миллиметров естественно выполнение диссекции рекомендованной ССЖ еще раз мы повторим что показания диссекции в последствиям слоя ранее форма рака размер больше 20 миллиметров который трудно удалить единым блоком аденома с отсутствием лифтинга рецидив после МР больше 10 миллиметров который трудно удалить путем опять же эндоскопической резерции слизистой последствия образования которые исходят из третьего слоя на данной схеме представлена стенка структура стенки желудка с наличием сосудов и мы видим что больше кровеносных сосудов находится в подслизистом слое но чем глубже слой тем мелких сосудов меньше появляются большие крупные стволы это очень важно при проведении диссекции в желудке и понимании кровоснабжения в ее отделах для использования диссекции используют электрохирургические ножи для выполнения диссекции это изоляционный диатермический нож атинаев нож крючковидный нож гибкий нож флекс наев триангл нож игольчатый нож ну и конечно же дисталтачмент или так называемые транспортный ход колпачки которые нам позволяют диссекционные колпачки с заужением на дистанционном концерт которые позволяют нам проводить диссекцию пациентов методы в данном слайде представлены метод электрохирургический инструмент и рекомендации по введению инъекций при использовании электрохирургического инструмента если мы используем диатермический нож атинаев нож рекомендовано использовать физиологический раствор с добавлением раствора адреналина если используется флэкс нож тогда растворы рекомендованы глицерол плюс добавление адреналина или гиалуроновой кислоты глицерол для ESD хрукнаев используют глицерол плюс добавление адреналина естественно дистальный колпачок и для использования гольчатого ножа используют физраствор разбавленный адреналином плюс добавление гиалуроновой кислоты для создания хорошей подушки и использована мелкого сконтактового диаметра дистального колпачка ну какие условия нам надо для того чтобы выполнить правильно сконтакт качественно без осложнений диссекцию естественно это хорошее поле визуально поле обзора то есть чистота поле обзора как правило при диссекциях возможно работая в последствиям слоя встречая части жировой ткани возможно загрязнение дистального колпачка оптики которую не всегда удается отмыть приходится извлекать эндоскоп чистить колпачок чиститься поэтому используют очень хорошо от запотевания там так от запотевания чтобы меньше появлялась или хорошо смывалась там так грязь на этом используют ультрастоп украиня он к сожалению недоступен этот препарат для работы это средство для работы но многие используют средства для очистки оптики фотооптики или других оптических приборов дальше профилактика кровотечения естественно коагуляции обнаруженных сосудов все сосуды которые встречаем мы должны коагулировать во избежание кровотечения при выполнении диссекции иначе остановка кровотечения занимает большее время чем сама диссекция и поэтому будем говорить оперирующий доктор который постоянно работает выполняет диссекции и встречается с кровотечением тратит больше времени и сил на остановку кровотечения чем проведение самой диссекции это дальше так называемая прикатка коагуляция с использованием гемостатических щепцов великого граспера при видимом сосуде проведение его коагуляции и пересечения видимого сосуда мы должны понимать как располагаются сосуды больше мелких сосудов и жира находится именно в слизистой оболочке чем глубже тем мелких сосудов меньше появляются более крупные стволы поэтому для визуализации и пересечения крупной стволой естественно надо чаще и чаще выполнять подслизистую инъекцию для создания подушки и хорошей визуализации сосудов еще раз повторюсь условия для выполнения диссекции ну это хороший обзор то есть залог хорошего видения образования и проведения диссекции профилактика кровотечения при хорошем обзоре естественно контролируемое рассечение подслизистого слоя будет намного лучше условия для выполнения диссекции также учитывать нужно гравитацию обязательно почему потому что не используя гравитацию как больше можно при выполнении диссекции так сказать зарыться в подслизистый слой и произвести перфорацию и выйти за стенку поэтому если мы видим образование гранулярного типа мы должны сделать так чтобы оно находилось на 12 часах и тогда проводить диссекцию под своим весом оно будет нам и помогать и отслаиваться и легче будет и без осложнений проведена диссекция конечно же использование тракции использование тракции на сегодняшний момент есть очень много разных методик по использованию тракционных методов это использование и всевозможных зубных нитей и резинок и как представлено на слайде такой пружинки которая позволяет нам зацепить ее за край образования и пристегнуть следующим краем к противоположной стенке органа и тогда тем самым лучше будет проведение диссекции больше и лучше видна площадь все это происходит особенно если образование имеет больший объем если они гранулярного типа и под своей тяжестью не дадут возможности работать по средствам слоя тогда естественно использование тракционных методов ну и конечно же на диссекцию нельзя идти без наличия СО2 только так мы сможем во время осложнений особенно таких как перфорация не бояться работать дальше о том что может возникнуть какие-то ситуации как это возникает с воздухом осложнение на данном стаде перфорация 1,4 20% возникновения перфорации при выполнении из них так и есть при выполнении диссекции перфорации одним из таких наверное частых осложнений встречающихся при проведении данной методики чаще всего это встречается в толстой кишке чем проведение диссекции в желудке конечно же при проведении диссекции в 12-перстной кишке так же самая частота перфорации намного повышена чем проведение в желудке где слизистый слой и последствия достаточно толстый и мы можем провести диссекцию без таких осложнений перфорации встречаются часто при диссекции образований с фиброзными изменениями особенно вместе фиброза очень идет такое при расслоении и при использовании коагуляции нарезки перфорация встречается меньше всего когда мы используем коагуляцию перфорация она частая и кровотечение от 0 до 12% самое частое конечно кровотечение это при использовании выполнении диссекции в прямой кишке там где сосудистая сеть очень выражена и кровотечение там ну встречаются на практике почти всегда при выполнении диссекции для борьбы с кровотечением надо весь инструментарий в наборе и коаграспер и клипсы основные для остановки кровотечения у пациентов которым мы выполняем диссекцию поэтому идти на такие операции как диссекция эндоскопист должен иметь весь арсенал инструментария который позволит бороться со сложением потому что диссекцию мы выполним наверное все с вами а вот борьба с осложнением это основная наверное такая нагрузка при выполнении данной методики диссекция является отличной методикой радикального лечения неопластических образований и живущих кишечного тракта но имеет большие риски осложнений поэтому идя на такие манипуляции операции вернее надо иметь весь арсенал инструментов в наборе для борьбы с осложнениями естественно подготовка кишечника перед исследованием там где мы для обнаружения проведения скрининга и обнаружения неопластических изменений дальнейшей тактики лечение пациента имеет большое значение ну вот показания препарата изиклин лекарственное средство назначать взрослым для очистки кишечника перед какой-либо процедурой которая этого требует например визуализация кишечника включая эндоскопию радиологию хирургические процедуры качественная подготовка является базисом для диагностики она напрямую влияет на выявляемость опухолей аденом в кишке исследование изиклина на 3165 пациентов продемонстрировано более высокую частоту выявляемости полипов выше уровень выявляемости аденом и лучшей проверкой качества подготовки является уровень выявляемости аденом и скорость интубации кишечника на данном слайде представлены обобщенные безопасность и эффективность всех препаратов которые используются для подготовки кишечника в рутине так называемые ПЭГи препараты они имеют очень хорошую переносимость но не рекомендованы у пациентов с сердечной недостаточностью есть препараты смешанные такие как 2 используют 2 литра ПЭГов и Аскорбата они обладают большим объемом но не рекомендованы у пациентов с кишевой почечной недостаточностью сердечной недостаточностью глюкоза 6 фосфат и глюкоза недостаточностью также они не рекомендованы рекомендации СГ по применению ПЭГов Фортранс это первой линией рекомендации СГ то есть 2 литра плюс Аскорбинного кислота или пикосульфат натрия цитрат может быть использована или быть допустимой альтернативой для некоторых амбулаторных пациентов использования и у пациентов с почечной недостаточностью СГ рекомендует использовать только ПЭГ Фортранс СГ говорит о рутинном использовании фосфата натрия для подготовки кишечника Показания к препарату Фортранс очищения толстого кишечника для подготовки пациентов к проведению эндоскопических или рентгенологических исследований толстого кишечника хирургических вмешательств на толстом кишечнике Фортранс показан к применению узору пациентов Спасибо за внимание и сейчас я хочу продемонстрировать вам один видеофрагмент выполнения диссекции у пациентки с рецидивной аденомой прямой кишки после трех резекций слизистой у пациентки рецидив с тяжелым фиброзом и показать в этом слайде видео осложнение и дальнейший ход операции и тактику оперативного вмешательства Ну так вот выглядит аденома рецидивная мы проводим сейчас хромоэндископию индикокармином для проведения и определения ее границ для проведения ее границ также и вот дальше видео мы видим тяжелый фиброз подслизистой слоя происходит это на коагуляции и вы видите мы выходим за подслизистой слой то есть происходит перфорация так как слой очень тяжело очень тяжело было произвести лифтинг и при последующих проведениях мы все больше углублялись мы провели у пациентки полностенную резекцию как видите на этом слайде полностенную резекцию образования удалено единым блоком вот так мы подслизистом слое вернее уже замышечном слое удаляем удаленную единым блоком образования это картинка полностенной резекции на сегодняшний момент уже два года после удаления все отлично рана зажила все классно то есть не только достаточно на такой выбор был хорошим проведением пациента спасибо за внимание здесь вопросы к обсуждению или потом после доклада владимира ивановича как нарисуем есть пытания давайте отвечайте вопросы чем вот проводите хромоскопию подготовка какая методика и чем вы готовитесь хромо хромоскопию мы проводим идея кармином на сегодня подготовка кишечника мы используем препараты там так пеги и изи клин подготовка двухэтапная подготовка накануне вечером прием двухэтапная с утра в зависимости вот если пеги то там подойдет и если изи клин там дозировка меньше но также двухэтапная двухэтапная подготовка на сегодняшний момент по нашему наблюдению самая лучшая колпачки вы прекращаете подготовку подготовку мы прекращаем за 4 часа до операции ну я позволю себе прокомментировать немножко значит зубчатые образования дают до 30 процентов колоректальных раков это подводная часть того айсберга которое раньше мы пропускали и выявление этих образований без кромоскопии просто в основном невозможно подготовка играет очень важную роль каком бы препаратом мы не пользовались пэгом там фартрансом изыклином очень важным моментом является когда мы прекращаем эту подготовку за какой промежуток времени до процедуры рекомендуется вот последними рекомендации 3 часа почему эти 3 часа названы потому что вся проблема в основном в пропуске образований в правой половине толстой кишки правильно вот мы в этом в прошлом году на симпозиуме рассказывали и наши цифры в общем-то соответствуют тем которые есть на западе по поводу времени подготовки мы проверяли два препарата инфротранс и языклин и оказалось что за три часа если мы прекращаем подготовку то правая половина она в основном у нас чистая намного больше очистка лучше проходит в правой половине чем за четыре и тем больше за пять пять часов справа в основном уже есть содержимое и к сожалению плохо мы там что-то видим и второй вопрос который очень важный при подготовке это использование семитикона семитикон для чего нам нужен если содержимое жидкое мы его можем эвакуировать то пенна пенистое содержимое большая проблема и поэтому семитикон нужно добавлять обязательно в начале и в конце каждого литра раствора то ли допустим языклина то ли фортранса и соответственно если фортранс то вечером принимает три раза человек и утром три раза а языклина два вечером два утром доза которую подобрали она проверялась по разным дозировкам и мы пришли к тому что максимально допустимая доза семитикона должна использоваться вот в общем-то как бы это очень важный вопрос ну прозвучатый я сказал скорость интубации ну не ожидал честно говоря Александр Михайлович это очень плохой показатель качества некачества технических способностей врача почему потому что быстрая интубация приводит к тому что пропускаются те образования которые мы выявляем при введении аппарата и это неоднократно уже обсуждалось и мы должны смотреть как при введении аппарата так и при извлечении аппарата ну вот в общем-то как бы что я хотел прокомментировать у нас вот те растворы которые вы показали в основном они у нас доступны так же чем вы обычно работаете мы обычно работаем физраствор с индиокарамином и адреналином или гелофузин используем прекрасно мы в своей работе как только появились препараты желатина и гидроксил крахмала перешли полностью на них адреналин не используем понятно индиокарамин добавляем в общем-то существенно это помогает это очень интересно вышло с того что молодые приходили доктора и тяжело им останавливать врачения термическими методами эид физиологии он ничего не дает поэтому вот начали пользоваться этими растворами оказалось что он довольно-таки долго держит скажем на вязвах ну начали применять это вот при вмешательствах на этих сам значит что бы я еще хотел бы сказать то что было не сказано тут готовятся новые рекомендации если же по когда повторно смотреть пациентов после проведенных удалений ну и в общем-то появилась новая такая вещь как новый термин скажем так новый если же рекомендует после удаления образования уйти от терминов уражения абонеоплазия заменить его словом полип документа который мы даем пациенту потому что не только пациенты гражданские люди но и медицинские работники немножко неправильно криптует некоторые вещи и вот помните как у нас было по пищеводу барретта мы когда-то давно говорили что не надо использовать этот термин в конце концов вот американская ассоциация гастремпирового тоже сошлась на этом потому что развивается у пациентов канцерофобия и если же предложила не использовать деление пациентов после удаления образования вот этих полипов скажем на группы низкого риска высокого риска потому что это тоже какое-то у пациентов вызывает ну какую-то неуверенность своей жизни и в общем-то временные промежутки остаются те же самые которые были в предыдущих рекомендациях но теперь только выходят без вот слов группа низкого риска высокого риска и без вот этой схемы которая была в предыдущих рекомендациях ну как бы и все а можно вам задать вопрос такой немножко интересный Александр Михайлович да конечно немножко отойдите от практической деятельности а немножко организационной как вы думаете сколько в городе Запорожье должно быть лечебных учреждений эндоскопических кабинетов которых должны делать или могут выполнять диссекции я думаю что в городе должен быть один центр в котором должны это выполнять и быть на потоке спасибо прекрасный ответ полностью с вами согласен тогда более сложный вопрос а сколько в Украине таких центров должно быть я думаю в каждом центре по центру то есть что в районном центре нет в каждом областном центре по центру работающим диссекции выполняющие все эти сложные манипуляции на степические операции да нам хотя бы когда-то была программа которая прошла и к админ к хоану радую в которой было всего 5 центров по Украине но к сожалению ее похоронили ну бог с ним что-то вопросов больше как бы нет ну что тогда я перейду к ковиду так ну всем к сожалению находятся довольно таки в необычной ситуации появился новый вирус SARS-CoV-2 который приводит к коронавирусной болезни которую назвали COVID-19 с 11 марта ВОЗ объявил пандемию в этой ситуации себя вести к сожалению данных доказательных данных по этому заболеванию очень мало но если основываться на том что было по предыдущей атипичной пневмонии в 2003 году то ведущие ассоциации АССЖ разработали рекомендации по поведению эндоскопической службы при этом заболевании по аналогии именно с атипичной пневмонии тогда было доказано что те капли которые передаются от пациента инфицированного персоналу они могут распространяться до двух метров от источника я сразу скажу может быть не везде вы эту информацию услышите в общем-то в окружающей среде живой вирус находился только в мокроте которое было появилось так скажем там где-то при кашлях пациентов то есть когда вирус в мокроте попадал куда-то и сохранялся какое-то там время не такое же продолжительное а вот следы вируса неживого которое не вызывает болезнь они могут находиться в окружающей среде довольно-таки долго и анализируя вот сравнивая то что тогда было сейчас предполагает нужно понимать что основной путь передачи это близкий контакт когда на открытые слизистые попадает вот слизь от пациента и самое основное главное это руки ну и что нам сегодня рекомендуют ведущие организации в основном вот я построил свои выступления на данных те которые дали и СЖ и АСЖ общие рекомендации это такие ну весь персонал должен обучен профилактике и контроле инфицирования должны проводить сотрудники ежедневно оценку своего состояния это очень важный такой аспект нужно температуру мерить потому что вот имеет место уже в Украине когда медицинские сотрудники инфицировали лечебное учреждение только потому что считали что на ногах могут перенести какое-то ОРЗ приходили на больницу а потом больницы закрывались и в Киеве такое тоже совсем недавно произошло необходимо использовать дезинфицирующие средства которые обладают вируцидной активностью оно эффективно для COVID-19 есть европейский стандарт ЕН-14885 и эти средства должны соответствующим образом быть проверены на их эффективность довольно-таки сложная методика но к сожалению в Украине на наши препараты это не проводится их исследование обработка гибких эндоскопов и принадлежностей должна проводиться в соответствии с принятыми рекомендациями то есть то что вот у нас есть методическая рекомендация по обработке эндоскопов оборудования вот этого более чем достаточно сразу же скажу в Вайбере в группе когда-то когда началось это заболевание пандемии когда было объявлено кто-то вкинул какую-то рекомендацию на английском языке в которой сразу после излечения аппарата рекомендовалось обрабатывать эндоскоп спиртом ни в коем случае этого делать нельзя не знаю откуда была взята эта фотография этот рисунок схема но спирт фиксирует белки вместе с вирусом на поверхность эндоскопа их убрать практически очень сложно и нужно использовать соответствующий препарат ну рекомендую использовать онлайн помощь пациентам мытье рук с мылом и теплой водой должно спирт содержащим иероскором проводиться до и после всех контактов специальные источники инфекции обеззнательное знание правила одевания и снятия индивидуальных средств защиты всему персоналу эндоскопии мобильные телефоны ручки компьютеры медицинское оборудование должно быть общим во время работы не следует носить ювелирные зелья часы там браслеты американцы рекомендуют что перед исследованием необходимо сертифицировать риск возможной инфекции у пациента ВОЗ определяет такие дают определения подтвержденный случай COVID-19 когда лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента независимо от леченических симптомов вероятность случая определяется как предполагаемый случай для которого тестированный COVID-19 является неубедительным и подозреваемый случай определяется на стое следующих критериях пациент с ОРЗ без каких-либо другой этиологии истории поездки в страны сообщавшие локальные передачи COVID-19 в течение 14 дней пациент с ОРЗ которые были в контакте с подтвержденным или вероятным в случае COVID-19 в течение 14 дней и пациенты с тяжелой ОРЗ требующие госпитализации не имеющие других причин которые полностью объясняют клиническую картину сертификация риска пациента с возможностью с инфекцией COVID-19 должна проводиться за один день до эскопии предпочтительно по телефону а затем снова в день недоскопии путем опроса или когда доступно через тесты на вирусную инфекцию но учитывая текущий статус пандемии все пациенты должны рассматриваться как высокий риск заражения COVID-19 надлежащие меры должны быть приняты для защиты персонала во время обследования рекомендуется для пациента хирургическая маска и дистанцирование от него не менее как 1-2 метра а также использование различных физических барьеров там стекло маска какие-то там приспособления обязательность при поступлении в эндоскопию измерения температуры родственники путины не должны иметь доступ в отделение если это требуется они должны пройти ту же оценку что и пациент для пациентов с высоким риском COVID-19 необходимы отдельные зоны восстановления до и после эндоскопии по возможности все пациенты входящие в отделение эндоскопии должны носить средства защиты органов дыхания их нужно сомать перед эндоскопией после эндоскопии опять одевать но стратификация риска три вопроса за последние 14 дней было ли у вас лихорадка кашель боль в горле или проблемы с дыханием было ли у вас контакт с подозрительным на COVID-19 и приехали ли вы из района с повышенным риском COVID-19 ну и соответственно риски низкие нет симптомов никакой истории и никакого путешествия никуда и высокий риск наличия симптомов соответствующей чувствительностью или путешествия или проживания в сообществе имеющем COVID-19 в течение последних 14 дней или катак положительно на COVID-19 ну многого из этого мы можем и не знать поэтому в экстренной ситуации все процедуры должны рассматриваться как высокий риск если адекватная история болезни не может быть оценена рекомендация следующая следует отложить плановой эндоскопии пока пандемия не закончится или до дальнейшего уведомления это помогает сохранить потенциал больницы сотрудников предотвратить потенциальную передачу COVID между пациентами медицинскими работники и так же даст возможность сотрудникам эндоскопии подготовиться к оследованию пациентов возможно зараженных и соответственно возникает вопрос а какие же какую же эндоскопию нам следует делать так вот на сегодняшний день рекомендуется делать только экстренную эндоскопию которая приводится при кровотечении ЖКК с гемодинамической нестабильностью инородным теле верхних отделов желудочно-кишечного тракта и анемии с гемодинамической нестабильностью но тут возникает конечно проблема потому что с введением карантина в Украине нормативного документа никакого нет о том чтобы прекратить эти эндоскопические исследования и насколько я знаю уже во многих регионах пациентов начинают записывать по электронной записи ничего не поясняя и в то же самое время вот разрешили работу стоматологов ну без комментариев следующее отсроченная эндоскопия она подлежит обсуждению в каждом конкретном случае проводится при лечении перфорации из вещей бильярдном сепси механической желтухом остром восходящем холонгите обструкции грудочно-кишечного тракта требующие стентирования или установки зонда для кормления следующее рекомендует список показаний к гастронинфинтенциальной эндоскопии которые должны быть отложены без необходимости переноса до 12 недель низкий приоритет это наблюдение за пищевым баррета атрофией метаплазией воспалительными заболеваниями кишечной первой личности склерозирующей холонгит после эндоскопической резекции синдром линча синдром разожженного кишечника рефлексная болезнь диспепсия скрининг у пациентов с высоким риском рака пищевого желудка толстой кишки первичная скрининг эндоскопия или рака поджелудочной железы баррета трические вмешательства список приоритетных показаний гастроинтенсиональной эндоскопии которые могут быть выполнены немедленно или отложены до 12 недель высокий приоритет требующий индивидуальной оценки необходимости их проведения это эндоскопическое лечение дисплазии высокой степени или раннего рака слизистой оболочки в пищеводе желудки или большой полип толстой кишки при высоком риске субмакозной инвазии стентирование злокачественной структуры установка пегов дисфагии или диспепсии с наличием тревожных симптомов кровотечение без гемодинамической нестабильности ректальное кровотечение колоноскопии по поводу милена после отрицательной гастроскопии тяжелой без гемодинамической нестабильности колоноскопии в рамках организованного скрининга при положительном фобт доброкачественная структура требующая расширения стентирования рентгенологически выявленный опухоль биопсия из лимфатических узлов желчнокаменный панкреатит расширение желчных структур замена поджелудочно-желудочного стенда некректомия список неприоритетных показаний гастроскопии которые могут быть выполнены медленно или отложены более 12 недель низкий приоритет лечение дисплазии низкой степени доденальные полипы ампулектомии легирование железодефицитной анемии киста поджелудочной железы структура желчеводящих путей сонографические обследования ахолазия экстренные эндоскопии должны выполняться отобранным персоналом обученным всем средствам защиты и для того чтобы свести закреплением каждого вот этой группы людей за конкретным кабинетом очень важный такой вопрос рекомендуется переспределение ресурсов для персонала медицинского оборудования чтобы подготовиться к росту тех эндоскопии которые мы в будущем будем делать но тут же сразу же возникает вопрос что это даже если в западных странах есть проблемы с средствами защиты то в нашей стране это большая головная боль потому что государство к сожалению в основном не обеспечивает лечебные учреждения этими средствами защиты вот мониторинг должен быть постоянных поставок и средств защиты в отделении очень такой важный что же мы должны носить и одевать медицинские работники должны применять стандартный инфекционный контроль для эндоскопии а что сюда входит это перчатки сетка для волос шапочка защитные очки лучше маска непромокаемый халат бахилы и распиратор минимум fp2 лучше 3 а особая мера предостороженной рекомендуется при колоноскопии так как может произойти длительное до 47 дней после явления первых святого выделения с лекальными SARS-CoV-2 эндоскопия должна проводиться в комнате с отрицательным давлением если она доступна со строгим миром предосторожности при подозрении или подтвержденных случаев COVID-19 а у нас ни у кого такое наверное и нет необходимо усилить политику дезинфекции для кабинета эндоскопии оборудования если осмотр пациентов проводится в помещении с отрицательным давлением то между пациентами рекомендуется 30 минут чтобы обработать помещение и чтобы вышло из помещения все то что там может быть если же такого нету то тогда для разбавления воздуха более чистым воздухом снаружи нужно чтобы помещение было как минимум свободно в течение одного часа поэтапного возобновления услуг по эндоскопии следует руководствоваться контролем COVID-19 в местном сообществе и рекомендуется на начальном этапе объем эндоскопии не более 50% от обычной обычного объема и это все зависит от той ситуации которая есть в стране у нас сожалению все это нету ну и чем в общем-то помещение обрабатывать вот в данной ситуации все очень просто это растворы хлора любые и после каждого пациента должно все отрабатываться все стены вазочки кушетки все что есть кабинете потому что на расстоянии 2-3 метров вокруг пациента могут разлетаться эти капли и в этих каплях может содержаться этот вирус хочу отдельно остановиться как говорил в 2003 году и сейчас повторю в самое главное руки что наши руки сейчас многие там говорят вот перчатки не защищают вирусы там проходят через перчатки они в дырках и все остальное да маски не защищают потому что они пропускают этот вирус да если мы защищаем себя маски обычные маски хирургические не защищают защищают более скажем так надежно вот эти второй и третий тип насколько хорошо они защищают а в общем-то большой разницы между ними нет но когда пациент носит маску и он имеет эту болезнь то маска защищает его маска защищает нас от инфицирования поэтому все должны быть в маске а кто там здоровый а кто больной уже время рассудит но самое главное остановлюсь отдельно еще раз руки руки самое главное перчатки в чистом виде не защищают руки нет ничего оно пропускает и проходит но если вы обработали руки раствором который прошел проверку на фунгицидность то хороший раствор три часа защищает ваши руки от инфицирования под перчатками сами перчатки на поверхности может быть вирус а так как я говорил что основной путь передачи руки то есть стерильные руки в течение трех часов грязные перчатки попадающие глаза в рот вот и возникла инфекция как по мне мне кажется нужно просто без всяких перчаток обрабатывать руки но не во время исследования я имею ввиду а по жизни есть такие данные что качественный препарат в течение часа защищает ваши руки и самое главное в течение часа инактивирует тот вирус который может попасть на руки это уже сразу возникает вопрос от чем но на сегодняшний день я знаю два препарата которые доказанно работают по вирусам это вот мой любимый стерилиум видно а какой стерилиум гелий раствор пожалуйста и второй аниас гелий вот эти два препарата которые защищают наши руки только единственное не пшикать надо еле-еле а нужно обрабатывать ну вылить там миллилитры в пять и обработать эти руки этим раствором по жизни мы инфицируемся более вероятно вот в бытовом пути когда мы касаемся какой-то поверхности на которую вот только попал кашлянул пациент в эндоскопии мы делаем эндоскопическое исследование допустим гастроколона безразницы ну и мы повышаем давление в полостях человек срыгивает ну при колоноскопии там другое происходит и вот в этот момент происходит разброс я в прошлом году рассказывал где-то там что лексу была работа где исследовали разброс вот этих брызг и выявление колонии микробов на щитке и оказались довольно-таки интересные цифры что ну правда там не было там объединено было гастроколона ну до двух метров идет разброс и даже больше чем дальше сотрудник стоит от пациента тем меньше происходит вот это инфицирование в среднем вот они где-то там 3-5 процентов давали попадание вот флоры на этот щиток ну вот такие данные как бы на данный момент по этому заболеванию что нам с этим делать я не знаю официальная организация никаким образом на это не реагирует на запросы не реагируют и сами наверное не знают а как из этого положения выходить я понимаю что будут заставлять делать исследования ну для всех нас есть ну одна зацепка но она касается к сожалению в документе нормативном приказе моза только бронхоскопии там где написано в чем должен одеть быть человек и полностью он на соответствии всем тем рекомендация которые есть по гастроколам к сожалению нету но учитывая те работы которые вышли по рекомендации СЖ можно спокойно ссылаться на эти документы и показывать своей администрации о том что необходимо наличие всего того что в них указывается мы все в общем-то находимся в одинаких условиях если в начале пандемии которая была объявлена у нас стране мы сами спонсоры помогали нам искали что-то для того чтобы защитить самому и персонал то то сейчас вот уже прошел прошло сколько там времени а ничего не изменилось в общем-то все как было так и осталось и насколько я знаю большинство наших сотрудников по Украине не обеспечены индивидуальными средствами защиты это конечно огромный ужас который есть в стране но ничего удивительного в этом нету потому что страну продают по кускам если завтра вернее если подпишет президент вчерашний этот самый закон то мы будем четвертой страной в мире в которой деньги будут печатать частники это Соединенные Штаты Гондурас Американское само и Украина когда наш национальный банк станет собственностью какого-то Сороса или кого-то с кем-то так называемый закон Коломойска который никакого отношения к закону Коломойска не имеет для того чтобы просто понять что вот мне вчера я разговаривал с умным человеком он говорит а зачем я тебе буду рассказывать зайди на сайт Верховной Рады и прочитай заключение юридического отдела Верховной Рады тебе будет сразу понятно какой закон и против кого пишут ну пришлось зайти и почитать ну да ладно теперь я хорош ой мне тут пришло письмо еще с утра о вопрос как использовать фиброэндоскопы без видеоподдержки ведь ни щиток ни очки не одеть ну почему не одеть вот я в очках и смотрю да без щитка совершенно верно но для этого есть простое простое когда мы смотрим тяжелых пациентов реанимации неуправляемые или буйствующие или еще какие-то у меня сестричка берет заворачивает пеленку а если еще такая герметичная пеленка вокруг лица пациента и остается маленькая такая дырочка для эндоскопа и без всяких щитков без ничего такого без экранов я полностью защищен скажем от того что с него вылетает причем это делается уже давным-давно еще до пандемии но вот такой вариант так это Александр так нет вам вопрос такая тактика при выявлении доброкачественного образования с фокусами подозрительными на карциному интересна тактика как в желудке так и в кишке компьютерный томограф ЭОС или сразу удалять на дистануле ну тут вопрос такой интересный и ответ на него наверное будет такой наверное широкий все зависит от размера образования образования которые мы видим в кишке допустим образования на ножке небольших размеров подозрительные на карциному можно удалить сразу как расширенная биопсия для гистологического заключения с определением инвазивности и дальнейшее по морфологическому заключению определения инвазивности определить дальнейшую тактику пациента или консультация онколога или дальнейшее наблюдение за пациентом есть ли образование больших размеров также в кишке или в животке естественно биопсия из подозрительных участков для определения наличия неопластических изменений и карцином требует ли образование компьютерного томографа и эндоузи если это образование найдено в желудке то естественно проведение эндоузи желательно выполнение для определения инвазивности образования и выбора дальнейшей тактики лечения пациентов компьютерный томограф только для оценки лимфатических узлов в брюшной полосе и в грудной клетке и предположение возможно метастазирование образования ну как бы вот так вот в кишке естественно образование с подозрительной нокациномы я еще раз повторюсь все зависит от размера образования можно некоторые удалить сразу если они небольшие и отправить как расширен биопсию для гистологического заключения не брать биопсию если большие образования взять биопсию и дальше уже определяется по тактике или это будет диссекция или это будет уже хирургическое лечение ну и естественно используя классификацию промоэндотепию зум увеличения на аппаратах можно уже предположить на веке инвазивности процесса и тогда выбрать тактику лечения ну я иначе Александр сказал бы по внешнему виду учитывая все классификации можно предполагать наличие неоплазии там злокачественное какое-то образование так же так же мы можем предполагать наличие инвазии предполагать эндоскопиопсия проведенная правильно в месте где самое подозрительное место взяли и получили что аденокарцинома что потом происходит онкологи соседи родственники и человек удаляет что-то если у вас больше уверенности в том что название не имеет инвазии как по мне и как многие об этом пишут и говорят биопсия нам не нужна мы удаляем образование при этом предполагая процесс опухолевый злокачественный мы проводим беседу и информируем пациента о том что мы предполагаем и называем это расширенной биопсией проводимой путем удаления образования методом диссекции резекции или как угодно для определения дальнейшей тактики лечения и что мы это делаем а потом мы определяем если нету инвазии что это уже радикальная операция если мы убрали и видим что есть инвазия ну значит дальше требуется хирургическое мешательство биопсия в большинстве случаев ошибочно если взяли с неизмененной мы получаем доброкачественную неправильный осмотр неполноценный осмотр особенно это касается больших гигантских образований где допустим в прямой тишке или в ободочной тишке где затруднена полноценный ее осмотр или подготовка неадекватная и дается заключение сразу о том что у человека значит злокачественный опухоль ну вот перед самой пандемией я удалял образование огромное образование в прямой кишке и у него по данным КТ два метастаза в подвоночнике вопрос ясен как бы но его лечащий врач очень известный уролог посчитал что эти метастазы после той операции которую он там сделал лет 5 или 6 тому назад прислал ко мне мы его осмотрели убрали это образование а предварительное заключение эндоскопическое было рак прямой кишки и точка без всякой биопсии без ничего и КТ то же самое рак прямой кишки никаких злокачественных клеток не было ни так ни так не ладно это вопрос такой дискутабельный тут пришло несколько интересных вопросов я найду почту сверху значит а почему руки можно спиртом обрабатывать я вам не про спирт рассказывал почему они пишут наверное потому что во всем мире ограничен ресурс использования нормальных препаратов вот я сегодня с утра ездил в одно место там осматривал пациента очень известно и у них везде спирт наш украинский хотя люди могут себе позволить все что угодно там аппараты и прочее на домашних условиях а нормального препарата у них нет у меня есть стерилиум так как знаете группу вайберы позвоните мне я вас подключу к группе вот правильно если спиртом не можно протирать дископ инфекцион вирус то выходит руки так же не можно правильно дезинкувати с той же причины так я попереду запотевание окуляров под маску и захистным щитком ну есть специальные такие карандаши которыми обрабатывается внутренняя поверхность стекол на лимпос хотя их раньше каждый эндоскоп фиброволокон и клал сейчас они их не кладут фиброволокон ну уже даже покупаешь их нет у меня к сожалению еще слава богу остались со старых времен ну это какой-то глицерин содержащий раствор надо попробовать так о пациент покрываемый марлю килька шериф в центре маленькая дырка дырка абсолютно верно марли она просто пропускает все-таки а когда вот это однородная пеленка такая которая влага непропускаема получше ну и это тоже поможет так за пеленку отдельное спасибо ценно подсказать так рекламный ну вот как бы все тут вам еще один вопрос какие колпачки да 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 вы начинаете использовать ну на сегодняшний момент мы используем колпачки компании файн мегикс она эта компания официально зарегистрирована у нас инструментария в Украине и ножи предпочитаем то есть все зависит от цели работы и то что мы видим допустим я предпочитаю dual knife и triangle knife и пути файнмейдинг с ножей и IT knife все все ножи есть в наличии и при выборе тактики выполнения или дистекции или поэмы или центр я подхожу уже в наличии всегда лежит на столе все типы ножов поэтому все дальше уже по ситуации по хирургическому там так операционному полю ну лучше конечно ножи которые имеют сразу с введением раствора через нож подачи раствора чтобы не менять нож игла нож игла чтобы не потратить времени эти ножи более лучше для работы при выполнении полем мне нравится пути именно файнмейдинг он энергообъемный нож хорошо работает подслизистым слоем и очень удобный сразу раствор при диссекциях дуално я использую и для кишки которые короткие и для животных которые более длинные 4-3 мм с подачей раствора черепных ну в принципе вот так айтинать ножи только в случае невидимой зоны возможность повреждения стенки или перфорации для того чтобы прикрыть при удалении подслизистых образований тут мне конечно и лучше всего работать айтинать ножом ну как бы вот так ну тут еще вопрос про стильные растворы дегокармина и второй вопрос вы покупаете официального производителя инструменты инструменты в каком положении в Украине стабильный олимпоцовского ножа очень большая официального производителя скажем так если через олимпоц покупать очень большая цена понятно ответ так что про индикокармин стильный стильный индикокармин в Украине его нет но мы есть аптеки в которых можно заказать и они сделают его стильный раствором ну в аптеке просто подойти в аптеку и этот вопрос можно можно сделать его стильный раствором 469 64 88 так вопросов как бы нету ну и тут еще одна пять вопросов задали с утра потому что хотели чтобы я рассказывал про ту реформу медицины которая проводится у нас я не имею никакого отношения к этой реформе наоборот мы пытались каким-то образом повлиять на нее но все это проходило за закрытыми дверями один человек из нашего сообщества участвовал в этом мы боролись с теми с теми критериями которые были внесены в эти пакеты да первый вариант это вообще был ужас но в конечном итоге на второй тоже как-то повлияли ну и вот получили в конечном итоге вот этот если в общем взять вот этот пакет и два гастроскопии колоноскопии скрининговые это полный бред потому что ни в одной стране мира даже высокоразвитой в Японии таких требований к эндоскопическим исследованиям нет ну вопросы честно это мы служба в генда эндоскопии санавиация и тем честно проводят записи при выконании обстежения и манюпуляции эндоскопичная зупинка кровотечным методом ЭИД не прописана в АКНЕ как кодовать извините ЭИД не является методом гемостаза и то, что он там не прописан то есть слава Богу за то згадки про эндоскопическую службу я лише в пакеты амбулаторных допомога и навыть там вона не введена окремую послугу каким чином проводить скрины обстежения пациента еще не соответствует по вековому цензу но потребует обстежения чихачап в теории предбачивается механизм спевплаты за надание послуги значит видите правильно что это реформа с самого начала обман был с самого начала нам рассказывали что супроны рассказывали что это лучшее взято из как она в конечном итоге сказала из медицины система медицины Англии Испании и Германии но объединить две несовместимые вещи не представляется возможно это была чистая ложь в конце концов первый начальник НСЗУ сказал что это чисто английская модель ложь полностью то что делается в Украине не отвечает ничему мало того если вы возьмете когда образование вы проходили там были документы которые имеют английские графы на английском языке написан граф там кстати есть эндоскопическая резекция там есть эндоскопическая диссекция но в нашем украинском варианте этого нет англия англия медицину которая повторяет нашу модель семашка в двух словах семашка ничего особо не выдумывал это продолжение той медицины которая в свое время возникла здесь в 19 веке в нашей стране называлась земская медицина и то что делала земство оно вложило во все страны понятие участок как мы сейчас говорим и участковый врач земский врач те принципы которые вкладывались в то понятие считались самыми передовыми в мире я вам такую вещь скажу что когда началась эпидемия господи дифтерии в конце 19 века то все международные рекомендации ничего не стоили потому что земский съезд который проходил в Харькове принял самые современные и самые действенные способы борьбы с этой эпидемией гифтерии и в 32 году Лига наций признала что земский принцип земства и принципы профилактики и борьбы с эпидемиями которые были вот этой земской медициной самые передовые в мире уже земской медицины не было уже развивалась советская которая в последующем начала называться семашкинская медицина вот не помню шестом или девятом году 1946 по-моему году Великобритания переняла принципы оказания медицинской помощи которые были в Советском Союзе которые переняли практически все страны мира за исключением некоторых и создали свою систему она отличалась от нашей системы как проводится оплата советская медицина до 70-х конца 70-х годов при минимальных вложениях давала наилучшие результаты в мире и никто этого не оспаривал но когда появились новые реформаторы они тогда уже в 80-х появились люди решили себе что-то там заработать награды ордена и все остальное началась вот эта реформа скажем ну а потом все что происходило вы все знаете а потом началось целенаправленное уничтожение медицины почему потому что медицина на секундочку вы представьте себе процента валового продукта страны необходимо на нее положить это же какие деньги и люди решили на них положить свои ручки прибрать и уничтожение медицины проводилось целенаправленно уже с 90-х годов нам рассказывали какая советская медицина плохая какая там извините когда возникла ситуация с Оспой в Москве на секундочку то советская медицина справилась с этой ситуацией и кстати благодаря только советскому союзу и советской системе Симашко мир и по нашему рекомендации мир принял решение бороться всем миром но в основном советский союз и соединенные штаты боролись с Оспой и победили Оспу это достижение нашей страны об этом мало кто говорит в соединенных штатах все кто участвовал скажем в борьбе с Оспой они были награждены медали все туда-сюда у нас к сожалению никого даже и не поощрили но бог с ним так вот в Великобритании 14 или 16 центров есть здоровья которые получают бюджет с бюджета сразу деньги в зависимости от того количества жителей которые там проживают и они определяют так скажем пакеты и оплату нам предложили вот австралийский классификатор болезней классификатор процедур я смотрел в интернете можете скачать классификатор Великобритании там есть все наши исследования да они могут быть сгруппированы но по степени сложности имеется деление в нашей стране сложность процедуры не будет учитываться по их они так сказали временно не будет учитываться а я так понимаю постоянно не будет учитываться они даже не заложили но самое главное что Великобритании просчитан каждый кусочек их все в открытом доступе могут получить информацию а какая заработная плата вложена вот в эту процедуру в эту услугу мне не нравится слово услуга в медицине я оказываю медицинскую помощь не услугу я не парикмахер но приняли так бог с ним так-то свыкнемся но все равно нельзя приравнивать медицинские помощи каким-то и вот что произошло у нас первое то что эта власть ну предыдущая Порошенко и компани эти продолжили на медицину была выделена рекордно низкая цифра 2,1% ВВП они хотя сначала кричали вы можете на лекциях МЦЗУ посмотреть 5,4 что-то 6,7% в конце концов они согласились с цифрой 2,6% ну это ложь они 2,19 от ВВП дали на медицину соответственно они не собирались оплачивать практически ничего они создавали видимость что будет что-то оплачивать я как пример вот взял тот задается где же эндоскопия ну типа скрининговые эти гастроколона ну вы меня извините но ни в одной стране там где вот это Великобритания Прибалты нету этого понимаете скринингового а есть гастроскопия так вот у нас выходит что эндоскопия есть в пакете стационарная помощь и есть в пакете амбулаторная авторен это третейном отличная допомога ну и теперь вопрос а сколько стоит это в амбулаторном о это очень много 49 гривен на секундочку если вы думаете что вы заработаете деньги там на вот этих ой господи на скрининговых исследования то вы глубоко ошибаетесь потому что это еще одна ложь на сайте НСЗУ и нигде никоим образом нельзя посмотреть о Великобритании пожалуйста сколько на кого роздано услуг что же они нам рассказывали что 18 год они собрали все данные посчитали просвязились поделили и раздали вот один из вариантов лечебного учреждения это по пакетам двум гастро и колон скрининговым в каждом из пакетов есть так называемые корригирующие коэффициенты сделали вы допустим в 18 году 1000 гастроскопий у вас корригирующий коэффициент вот в том лечебном учреждении и на 1000 минус 235 исследований уже только понижено количество исследований понимаете минус 235 0,765 там этот корригирующий коэффициент это что-то такое выходит то есть если вы 10 тысяч в год делаете допустим гастроскопии то вы 3 месяца будете бесплатно работать колоноскопия о там еще веселей коэффициент там коэффициент 0,4 то есть выходит что на 496 колоноскопий на 1000 вы будете делать меньше вот где воровство понимаете а пакет амбулаторный не понимаю следующий пакет стационарная помощь а сколько там стоит эндоскопия не знаю ответить на этот вопрос НЦЗУ на все вопросы которые мы писали нереально они не отвечают они умалчивают все это и не говорят нормальной стране как Великобритания в частности и не только вот я общаюсь с литовцами с эстонцами и они мне рассказывают как у них работает это да в Литве вот этот же самый пакет кстати чтобы вы знали вот эти заполнения данных для НЦЗУ должны проводить специально обученные люди а не врачи нигде в цивилизованной стране мира рабы не заполняют врачебные врачи все эти бумажки чтобы им было удобно работать да в Германии работают люди со средним образованием не медики да их обучают как и что шифровать но не врачи ай господи завелся ну вот короче такая неприятная штука то есть чистейшие воды когда нам рассказали про то что там 300 процентов нам будут доплачивать там за работу с пациентами как пример привели Полтаву могу показать я в группе скорой помощи украинской ну люди получили 300 процентов прислали в эту самую вот группу там фотографии своих платежек ну вот один там 79 гривен там с копейкой считали за работу с этим самым это все зависит от внутренних этих самым так вот когда все это началось и когда люди начали шуметь то в общем-то 2 мая предупредительная забастовка началась в Киеве и в общем-то люди собрались во вторник обсудить так скажем основные требования которые медики должны дать то во вторник утром министр выступил и сказал что мы приостанавливаем все мы все приостанавливаем увеличим до 5 процентов финансирование медицины будут 100 процентов оплачиваться как в 19 году медицина где они эти деньги знают возьму не знают они оставили несколько приоритетных пакетов ну родоспоможение по-моему инсульты инфаркты вот такое убрали нашу эндоскопию с этого самого но нигде никакого документа приказа указа нету мало того НСЗУ подписало с большинством лечебных учреждений договоры на оказание этих услуг амбулаторное прочее прочее если бы вы проходили образование вот это в НСЗУ которое там оно было когда-то то вы бы поняли какие какие идут там как идут эти начисления этих денег но в любой стране врач выполняя что-то какую-то работу он знает сколько за эту работу ему будет денег вот мне литовец он как раз приехал из Германии вообще интересный человек он сам хирург три года тому назад он ушел с хирургии организовал первый в Литве диагностический центр там они пятером пять врачей стал эндоскопистом а я познакомился как только вот это все это январь февраль где-то и он мне рассказывал как у них все это происходило и как они потеряли когда все уезжали профсоюзы исчезли ассоциация эндоскопическая исчезла то-то-то поисчезало и как они все порастеряли и сейчас они восстанавливают потихонечку и так как он стал эндоскопистом он говорит президент ассоциация наш на пенсии живет тут в Вильнюсе мы его нашли три года они последние платили взносы мы собирались с ним встретиться на на если же этом форуме там и они должны были вступать в ЕСЖ и вот он а он еще стал профсоюзным медика Вильнюса и он рассказывал что через министерство здравоохранения вы ничего не решите это все бессмысленно надо через улицу говорит у нас сейчас будут выборы но денег нет но мы уже с кандидатами проводим беседы обсуждаем прочее но мы не хотим как в Эстонии потому что президент шел пообещал пришел и сказал ой это не я это ваш минист здравоохранения ну вот они там его взяли но сейчас коронавирус всех как бы немножко отодвинул самое главное что он мне сказал когда вы говорите что надо повысить заработную плату это абсолютно неправильно знаете почему неправильно надо повысить надо повысить минимальную заработную плату у врачей и минимальная заработная плата нулевая что называется без категорий там всего всего должна равняться для нищих стран как мы это три минимальные заработной платы для развитых стран это три средних заработной платы соответственно месяц 70% и 50% от этого ну вот как бы такое то есть тут кто-то написал надо приказ по там выходу работе ой господи если бы кто-то из вас был в министерстве нашел там как эти вопросы решать то наверное вы бы написали министерство слишком загружено такой работой что даже представить нельзя ну самое неприятное для меня то чтобы вы понимали что НЦЗУ оно не подвластно министерству здравоохранения оно стоит особняком и оно подчиняется Кабмину и к сожалению финансирование лечебных учреждений будет идти как было сказано через НЦЗУ как будет что будет я не знаю и те вопросы которые задали ну гастроскопии 49 гривен нормально не попал типа в эту скринингу ну значит будет столько стоить неправильно все это мне кажется неправильно еще более неправильно когда нам рассказывают что нам решение нашей проблемы введение страховой медицины чисто страховая медицина в Соединенных Штатах это ужасная вещь есть всякие другие модели сочетания государственной страховой но это не есть выход я объясню страховой случай он идет на год если человек в течение года заболевает каким-либо серьезным заболеванием то на следующий год страховая фирма его страховать не будет либо эта страховка будет стоить очень больших денег очень больших нам как пример рассказывали про Грузию показывали эти больницы которые не сделали амбулаторий да сделали да сделали но только на сегодняшний день 90 процентов населения Грузии не имеет доступа специализированной медицинской помощи или оно должно платить понимаете я вот в НСЗУ кстати вот в этом обучении когда они глобально рассказывают про те системы здравоохранения которые есть как они финансируются и прочее там все правильно все правильно и когда слушаешь и понимаешь что так должно быть ты за но воплощение неправильно я как пример привожу как поломали в свое время в Советском Союзе кемеровский вариант была создана модель финансирования за пролеченный случай за все это очень передовая по тем временам была система ну и до того как распространить на всю страну было решено провести ее в нескольких регионах вот у нас проводили пилотный проект вот этой медицины их реформы в Полтавской области и как выяснилось оно там прошло на ура с кем я не разговаривал со своих знакомых в Полтаве они от меня впервые услышали что значит там у них эксперименты проводились может быть так вот кемеровский вариант так вот кемеровский вариант ой елки у меня же выключается компьютер сейчас где-то я его не запитал бывает так вот когда в Киеве решили проверить кемеровский вариант он провалился в Киеве а почему он провалился в Киеве когда приехали с кемеров специалисты и начали рассказывать какие у них там чудеса происходят у нас глаза квадратные были и когда мы начали задавать вопрос а почему же мы вот выставляем такие большие счета много денег и ничего не имеем был человек женщина была которая экономист и она говорит а ну-ка покажите ваши там эти документы дали ему документы этот на украинском языке начала она сразу нашла перепечатанность с ихним один в один нашла тут раздел как раз пальчиком поводила о а как это а там написано у них в Кемерово 15% чистой прибыли идет на оплату зарплаты администрации технической службы в украинском написано 15% с выставленных счетов идет на вот оплату администрации вот где зарыто во всем мире при таком бюджетном финансировании здравоохранения не более 5% идет на всю пара медицину не более 5% при страховой медицине до 30% может идти на обслуживание так скажем системы видите разница какая большая так вот не более 5% а сколько у нас идет ну вот такое о пишут мосоинцизуне хотят слышать и слушать да конечно не хотят ладно когда кому-то заплатят какие-то деньги за какое-то проведенное исследование вот вы тогда напишите скажите мы вот получили деньги понимаете в нормальной стране вот я начал в Германии приехал в Германию говорит врач посмотрел пациента заполнил протокол каждый не клацанье а там говорит 42 клацанье одно евро ему в карман сколько всего он говорит ты не знаю я говорит знаю что мне за вот это и за процедуру будет столько добавлено когда-то с Петром мы встречались директор института рака стоки или киота не помню мэй который рассказывал про обучение эндоскопии в этом самом Японии и спрашивает у меня говорит а сколько вы за прошлый год сделали там полипектомии а у меня как раз такой урожайный был год тысяча с чем-то там у меня вышло я говорю столько он говорит о так вы миллионер откуда он говорит ну у нас каждый врач имеет 100 где-то долларов с одного полипектомии вот в тех ценах которые НЦЗУ государство нам дает вы где-то прочитали сколько денег вы получите и получите ли вы эти деньги вот вопрос понимаете о какой демократии может идти речь если вы никоим образом мы вернее все не можем влиять на то какая зарплата у нас будет нету заинтересованности вот чем дело понимаете что я могу сказать ну это мое такое крик души к сожалению к сожалению к сожалению так ничего не могу сказать другого ну хорошо может кто-то чего-то продублируйте но осталось только научиться писать горы пишет оплаты морфология по лаборатории сези кошка 800 гривен плюс щипцы наркозы за пакет 790 самое интересное другое по пакету этому а там написано я я сейчас даже могу открыть документ специально специально умовы на данные медичных послуг надавали за медичные ох значит эзофагастродуоденоскопия без проведения эндоскопичной молекуляции та обоэндоскопичной операции 749 52 а снизу в требованиях написано взять биопсию и самое 5 биопсий сделать извините это как это то есть если вы не возьмете то вы не выпадите требования а если вы возьмете то вы извините уже не делайте диагностическую гастроскопию а делайте эндоскопию с манипуляцией а в них в договоре написано без проведения эндоскопичной манипуляции а потом могут спрашивать подождите так вы же наручили требования ну наверное все так номер телефона я кто-то подскажет как его тут ставить пекарь спрашивает как теперь вы подаете отчет сейчас нет манипуляции операций ну извините форму отчетности никто не менял эта форма мозовская и в соответствии с мозом мы сдаем отчетность так Александр у тебя есть у меня как бы все нет вопросов все встречали тут как бы все больше я не вижу вопросов давайте благодарим всех за участие то что уделили время послушали спрашивают съезд будет смотрите мы можем провести съезд так скажем заочно но основная цель которую я перед собой ставил когда начинал создавать эту ассоциацию это в том чтобы люди встречались между собой общались разговаривали не только в зале а в основном рядом с залом и мне кажется что следует его переносить потому что пандемия не закончится я так думаю в течении где-то так года наверное перенести его на весну или на следующий год на осень пока я не спрашивал вы между собой решите говорит предвоздело скажите ваше мнение а я где-то там летом их обзвоню и вырешим этот вопрос пока боя нету не даем принимаем тезисы пожалуйста пишите бой в следующем году все равно опубликуем в этом значит в этом опубликуем так что спасибо всем спасибо за внимание за участие всем успехов берегите себя ну и в костях обминиваем вся информация и работаем спасибо до свидания